В Чебоксарах начали решать проблемы обманутых дольщиков. Достраиваются многие дома, жители наконец получают долгожданные квадратные метры. Один из таких долгостроев – дом на улице Урожайная, что в юго-западном районе столицы. Еще в 2007 году дольщики начали вкладывать деньги в строительство. Только вот дом подняли лишь до второго этажа, а люди, вложившие финансовые средства в него, остались обманутыми. На сегодня эта проблема сдвинулась с мертвой точки. Городская администрация строительства дома взяла под свой контроль. В дом по улице Урожайной дольщики должны были заселиться еще пять лет назад. Но ключей от заветных квартир до сих пор никто из них не получил. На месте, где должен был стоять пятиэтажный дом, сейчас нет ничего, что могло бы напоминать жилую площадь. Последние годы правительство Чувашию ситуацию с дольщиками держит под контролем. При этом особое внимание уделяется наиболее сложным объектам. Последние годы дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Было поручено нам от имени администрации и поддержано решением общим собранием долевиков это дело в середине 2012 года. За это время мы проделали огромную работу. В первую очередь специалисты ГУКСа провели работу по анализу технической стороны вопроса объекта, ну и экономической стороны вопроса. Было принято решение реконструкции старого здания, вместо старого здания сделать девятиэтажное двухподъездное здание. Именно такой шаг помог привлечь новых инвесторов. Строители уже снесли два этажа старого здания. Идет подготовка фундамента для нового. Через пару недель мы заканчиваем свайные работы и приступаем к устройству фундаментов. Дом будет монолитно-каркасным исполнением, стены будут кирпичные, отопление индивидуальное. 117 квартир предполагается ввести на этом доме. По словам подрядчика, работы начинаются как только на улице светает и продолжаются до темна, без выходных. Новый дом планируют сдать уже к концу 2013 года. Что касается дольщиков по урожайной, я уже говорил, мы работали с ними очень долго. И сейчас работаем. Но все вопросы мы с ними решили. И в первую очередь вопросы по продаже своих долей. Вот этот вопрос был самый больной. Дольщики всегда боятся, особенно этого момента продажи долей. Они не хотели продавать, конечно. Но мы убедили их, что никаких обманов, никаких решений других не будет. Только будет решение в их пользу. И в конечном счете, вот сейчас мы заканчиваем оформление долей. Первые доли мы уже оформили. Ну и никаких нюансов не было. На тот момент, когда дольщики вкладывали денежные средства на будущее жильем, квадратный метр в Чебоксарах стоил 20-25 тысяч рублей. Сегодня цена составляет 35-40 тысяч. Генподрядчик пошел на встречу тем, кто в 2008 году 100% заплатил за строющееся жилье. Разницу поплачивать не придется. А вот те, кто за эти годы захотел квартиру побольше, придется раскошелиться по новым расценкам. То есть отдать примерно 38 тысяч за квадратный метр. Галина Титарчук, Екатерина Харитонова, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова